Письмо 166. Третье июня 70-го. Дорогие папа, мама и Идо! Представляю, как вы о нас беспокоитесь, как в результате последних событий беспокоитесь о ситуации в целом. Несомненно, что беспокойство это в определенных пределах оправдано. Даже и оптимистам среди нас трудно утверждать, что положение ободряющее. При всем при том, не следует ни в коем случае впадать в отчаяние. До этого дело не дошло. Положение неутешительно почти на всех фронтах. В Иордании, Сирии и Ливане главное зло — это не арабская армия, а террористы. Армия там, как правило, вполне спокойна. Но террористы, несмотря на то, что деятельность их усилилась, не являются, по моей оценке, большой проблемой. На данной стадии они только помеха, не более того. В этом смысле мы знавали времена похуже. В Иудее и Самарии царит относительное спокойствие, хотя время от времени на улицах больших городов, в Шхеме и Хевроне швыряют гранаты. На серьезную помощь на территориях террористы рассчитывать не могут и вынуждены полагаться в своих действиях на арабские государства. В секторе Газы положение иное. Здесь гранаты рвутся почти ежедневно, причиняя больше зла местным жителям, чем нашим вооруженным силам. Почти нет случаев, чтобы страдали непосредственно евреи. Проблема — Египет, а еще больше Египта — русские. С арабскими странами мы справлялись и будем справляться миром или войной. Как с русскими, я не знаю. Не скажу с уверенностью о последствиях, так как я действительно этого не знаю. Хотя вам, конечно, кажется, что в результате любого военного вмешательства русских мы потерпим поражение, но я в этом совсем не уверен. Дело не так просто, как кажется с первого взгляда. Понятно, что очень многое зависит от того, как поступят в США. Я знаю, что военного вмешательства с их стороны не последует. Возможно, что они даже не предъявят русским ультиматума, а если и предъявят, то я лично считаю, что ультиматум этот будет пустым звуком. Скорее всего, они дадут нам оружие и боеприпасы, какие нам требуются. Понятно, это случится на более поздней стадии, пока в своем безумии они дают его нам по капле. Но, несомненно, произойдет перемена к лучшему. Я убежден, что если нам будет дано полной меры все, что мы просим, мы сможем держаться. И не забывайте ни на минуту, несмотря на все советское вмешательство, именно мы являемся главной силой региона. Как горько, что мы не можем достичь мира, ведь только этого все мы в конце концов хотим. Просто нам не с кем разговаривать. Ни одна из арабских стран не согласится на мирные переговоры с нами.